Для всех осетинских пирогов тесто делается по единому рецепту. Я буду делать тесто из 500 грамм муки. Для 500 грамм муки нам примерно понадобится 250 миллилитров воды. Вам может понадобиться чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше воды. Это уже зависит от вашей муки. Неполная чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, пачка дрожжей и примерно 50 грамм растительного масла. Для начала, что нам нужно сделать? Как всегда, нужно вначале развести дрожжи в теплой воде. Итак, наливаем нашу воду сюда. Здесь у меня теплая вода. Вода должна быть теплая, не горячая и не холодная. Затем добавляем неполную чайную ложку соли. И 2 чайные ложки сахара. И нашу пачку дрожжей. Сейчас мы это все перемешаем, чтобы все хорошенько растворилось здесь. Начинаем месить наше тесто. Для этого нужно наши дрожжи с сахаром и с солью, растворенные в воде, нужно добавить в нашу муку. Здесь у меня 500 грамм муки, как вы помните. Добавляем. И сейчас замешиваем, как обычное дрожжевое тесто. Если вы почувствуете, что вам нужно чуть-чуть больше воды, добавляйте. Я думаю, что мне нужно добавить чуть-чуть, а может 50 миллилитров воды. Всегда добавляйте теплую воду. Чуть-чуть воды я добавила. И сейчас уже по нашему тесту мы будем судить, нужно еще или будет достаточно. Так, я думаю, что достаточно воды. Сейчас мы добавляем наше растительное масло. Здесь у меня 50 миллилитров. Тоже добавляем по чуть-чуть. Не надо сразу все добавлять. И так же месим. Добавлю оставшееся масло. Наше тесто готово. Но, как вы помните, для получения лучшего результата, постарайтесь побольше его месить. Чуть-чуть еще минут, пару минуток еще помесите его. И для этого вы получите воздушное и приятное тесто. Сейчас нам нужно накрыть наше тесто. И оставить на некоторое время, чтобы оно поднялось. Полтора часа примерно мы оставляем. И не забудьте накрыть ваш тазик чем-то теплым, потому что в тепле тесто поднимается быстрее. Пока наше тесто поднимается, мы будем готовить начинку для пирога. Какое мясо использовать? Конечно же, мясо может быть по вашему усмотрению, какое вы предпочитаете. Но очень важно, чтобы в мясе был какой-нибудь жирный кусочек. Вот у меня здесь свинина, вот эта свинина и говядина. Также, для того, чтобы замариновать мясо, нам нужны, конечно же, лук. Лук можно любой, можно красный, можно белый лук, не имеет значения. Чеснок, зелень нужно использовать. У меня здесь петрушка и кинза. Красный перец, хмели-сунели, соль. Итак, нам сейчас нужно все это нарезать на мелкие кусочки. Говядина уже нарезана. Вот такие кусочки вполне подойдут для мариновки. Нам сейчас нужно нарезать свинину. Потом нарезать лук, чеснок, зелень. Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели. Лук, перец, чеснок, зелень. Все это должно быть по вашему вкусу. Кому-то нравится более острое, кому-то менее, кому-то более соленое, менее. Но обязательно все вот из этих ингредиентов вы должны добавить. У меня нарезаны свинина, говядина, зелень, лук, чеснок. Сейчас нам нужно все вместе перемешать в какой-нибудь большой посуде. Сейчас мы это все закроем. Накроем пленкой и положим в холодильник на пару часов. Через пару часов мы прокрутим это мясо. Прошло 2 часа. С тех пор, как мы замариновали наше мясо. Сейчас мы должны прокрутить мясо через мясорубку. Наше мясо прокручено. Прошло несколько часов. Вот наше тесто готово. Оно хорошо поднялось. Возьмем примерно 500 грамм теста. Так как фарш у меня весом 500 грамм. Как вы помните, в осетинских пирогах начинка и тесто должны быть одинакового веса. Я разделила тесто на 2 части. Вот это тесто у меня весом 300 грамм. А вот это вот 200 грамм. Это для одного пирога, для одного фиджина нам нужно. Фиджин делается немножечко по-другому. Не так, как все остальные осетинские пироги. Сейчас смотрите, мы раскатаем вот это тесто. И так же мы раскатаем вот эту вторую половинку. Вот эта часть, которая была 300 граммов, она пойдет за основу. То есть мы ее положим вниз. Это мы откладываем. Итак, фарш у меня весом тоже 500 грамм. Сейчас мы этот фарш выкладываем на тесто. И равномерно распределим по тесту. Фарш мы равномерно распределили. Обязательно по краям нужно оставить тесто свободное от фарша. Потому что нам нужно будет потом это все защипить с верхней половинкой теста. Сейчас смотрите, мы складываем вот это тесто. Вот так мукой посыпьте, чтобы не слиплось. И сверху вот так, так же посыпаем. Сложили. Сейчас сделаем надрезы вот здесь небольшие. Это мы делаем для украшения нашего гирога. И с этой сторонами так же сделаем. Сейчас мы аккуратно его открываем и накрываем на наше мясо. Сейчас нам нужно аккуратно по бокам вот это все защипить хорошенько. Сейчас нужно аккуратно перенести на смазанный жиром противень. Переносить пирог довольно тяжело, потому что внизу очень тонкое тесто. Поэтому вы можете сразу же на противень класть тесто и делать на противне ваш фиджин. Сейчас по бокам можно сделать небольшие такие насечки для красоты тоже. Сейчас мы наш пирог кладем в духовку, которая уже разогрета до максимальной температуры. И ждем, пока он испечется. Минут 10-15. Но смотрите сами по своей духовке. Наш фиджин готов. Посмотрите, как он прекрасно выглядит. Не забудьте смазать его сливочным маслом. Приятного вам аппетита! Если вам нравятся наши видео, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!